Екатерина Алтабаева встретилась с жителями Камышовой бухты, чтобы обсудить перспективы развития Севастополя. По её мнению, у севастопольцев есть реальный шанс кардинально изменить будущее родного города. К лучшему. Мне очень хочется, чтобы севастопольцы знали, что очень важно сейчас не отсидеться дома, а обязательно прийти на выборы. Каждый должен сделать выбор сам. Но я предлагаю людям думать, предлагаю людям знакомиться с программами. Краеугольный камень программы команды Алексея Чалова – экономика. Основные направления, в которых работает агентство стратегического развития – это сфера IT-технологий, приборостроения, судоремонтная, рыбопромышленная отрасли и другие. При этом параллельно должна развиваться инфраструктура города. В частности, удобное транспортное сообщение между всеми частями Севастополя. Агентство продумало очень важные вещи. У нас, если добираемся из одной части города в другой город, я из центра сейчас добиралась сюда, и мы потратили достаточно много времени, потому что почти везде пробки. Но мы понимаем, что если бы у нас были так называемые ракады, то есть те дороги, которые у нас нельзя здесь кольцевые, потому что рельеф местности такой, в полном смысле этого слова. Но чтобы нам сделать те дороги, которые позволят соединять основные магистрали, даже радиально, то тогда, конечно, дорожное сообщение было бы совершенно по-другому организованным. На встрече также обсудили вопросы культурного наследия города. Сохранение исторического облика Севастополя – одна из основных задач Агентства стратегического развития. Алексей Чалый лично ходатайствовал о внесении Севастополя в перечень исторических поселений России. В этот список, если Севастополь включается, то безусловно какая-либо перестройка нашего исторического центра без разрешения национальных органов категорически будет невозможна. Встреча с жителями микрорайона прошла в формате диалога. Собравшиеся севастопольцы выдвигали свои предложения по улучшению качества жизни в их районе. Все пожелания были учтены и в дальнейшем будут рассмотрены экспертами Агентства. Иван Клепачев, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.